Ты осёл? Да нет, тогда назови две гласные в слове «зима» А говори, что не осёл С чего начинается улетение паркуром? Обычно паркур в России начинается со словя «шухер» Люблю заходить в Оперо Ого, ты такой интеллигентный Наверное, хотя обычный браузер У меня вчера машину ломились Что-нибудь украли? Да, систему сигнализации Одна женщина рассказывает рукой, что уже пятый раз выходит замуж А её подруга говорит Ну ты просто как дерево, каждый год новое кольцо Дед Петруха вносит свою невесту из ЗАГСа На руках Невеста спрашивает на ухо Петруха, мы ведь уже позенились? Дед Петруха говорит Да Давай я на шее пересяду Дед Петруха и Мартёна идут по гастроному Мартёна говорит Вот тут рыбный отдел Вот тут колбасный отдел Вот тут хлебный отдел На встречу идёт ещё одна женщина О, Мартёна, привет! Я вижу, ты экскурсию проводишь Мартёна говорит Нет, просто меня ложат на две недели в больницу Вот объясняю мужу, где какие есть ещё отделы в нашем гастрономии, кроме виноводочного Дед Петруха обвиняется в стоматологии И спрашивает А доктор, разве гелий является обезболивающим? Доктор говорит Нет, но вы будете кричать ржачно Дед Петруха с внучкой пришли в пивной бар Дед Петруха говорит Внучке Попробуй пиво Внучка вот хлебнула И говорит Фу, какая гадость Дед Петруха говорит Во А вы с бабушкой думаете, что я здесь в аренде ем Если вы несётесь в сторону дерева на полной скорости И вспоминаете, где тормоз Посмотрите на зеркало Может, вы его там обнаружите Получив очередную квитанцию от ЖКХ Дед Петруха на всякий случай подружился с местными бомжами Вот сколько ругают Том-2 Но от него тоже есть польза Например, сейчас нам не нужно искать названия для наших поросят У нас есть и Стас, и Боня, и другие Колхозник Петров Был немножко обижен на своих родителей За то, что дали ему столь странное имя Колхозник У сына киллера спрашивают Что ты там делаешь, Вовочка? А смотрю на комету, дядя А чё ты приставил пистолет к глазу? А, тядя, вы не знаете, что ли, что на комету надо смотреть вооружённым глазом? Подписываемся, кликаем на колокольчик Если хотите почитать ещё анекдоты Смотрите на ютубе, там внизу ещё есть анекдоты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!